Здравствуйте! Я Сергей Бутов, студент первого курса Московской Государственной Юридической Академии. Сегодня я расскажу вам о системах римского частного права. В Древнем Риме одновременно существовало три правовых системы. Это цивильное право, претерское право и право народов. Цивильное право. Цивильное право – это совокупность правовых норм, исходящих вначале от Народного Собрания, а впоследствии от Сената. Эта система права регулировала отношения только между римскими гражданами. Это значит, что ни граждане Рима пользоваться нормами цивильного права не могли. Это была самая первая правовая система в Древнем Риме, и поэтому цивильное право было далеко от совершенства. Его нормы устанавливали патриархальное строение семьи и носили очень формальный характер, что зачастую препятствовало развитию правовых отношений. Претерское право. По определению известного римского юриста Папиньяна, претерское право – это право, которое ввели претеры для дополнения или исправления цивильного права в целях общественной пользы. Претерское право регулировало отношения между римскими гражданами и в некоторых случаях между гражданами и негражданами – перегринами. При вступлении в должность претер издавал эдикт, в котором объявлял программу своей деятельности. Руководствуясь этой программой, претер решал, какие нормы цивильного права обеспечить судебной защитой, а какие – нет. Таким образом, претер мог придать закону практическое значение, либо наоборот – лишить его силы. Право народов. Римский юрист Ульпиан писал, что право народов – это то право, которым пользуются народы человечества. Это значит, что нормы права народов распространялись абсолютно на все население римского государства. В провинциях, где жили перегрины, были введены специальные должности претеров по делам перегринов. Эти претеры издавали эдикты, которые действовали для неграждан. И таким образом, с помощью этих эдиктов и формировалось право народов. Итак, сегодня вы узнали, что в римском праве существует три правовых системы. Это цивильное право, претерское право и право народов. В следующий раз я более подробно расскажу о системе цивильного права. А на сегодня у меня все. До свидания. Продолжение следует...